Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О том, чем заполнился этот день, расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Алиса Бедарева. Смотрите сегодня в выпуске. Окна покрываются инием, а подъезд похож на парилку. Почему из подвала многоквартирного дома уже неделю идет пар? Создают живописные картины на планшетах. Расскажем, как сегодня традиционная живопись переплетается с цифровой графикой. Захватывающая и эмоциональная борьба. В зречном турнире по грэпплингу определены сильнейшие спортсмены города. Из подвала дома по улице Ленина почти неделю идет пар. Он не только разрушает само строение, но и ставит под угрозу другие коммуникации, включая проводку. К тому же, от испарения исходит характерный запах. Как пытались решить проблему, почему это не вышло и что будет теперь в нашем следующем сюжете. Из подвала дома 250-2 по улице Ленина валит пар. Причину, на первый взгляд, установить сложно. На решетках замок. Но проблема испаряющейся влаги налицо. Первые два этажа страдают больше всего. В морозы окна покрываются инием, а подъезд становится похож на парилку. От повышенной влажности разрушаются фундамент и стены. Канализация здесь постоянно у нас капает, потому что идет со всех домов через нас. И постоянно в подвале у нас сырость. Постоянно сырость. Вот даже с этих дырок вот в домах внизу постоянно пахнет. Пахнет, пахнет, пахнет. И уже даже сидеть вот невозможно будет. А вода постоянно стоит. Ну сейчас-то ушла немножко вода, но сыро все там, все инием покрыто, все в подвале сейчас. А парит все равно. По словам жильцов, затхлый запах из подвала поднимается до пятого этажа. Начиная с того дня, когда заметили первое испарение, жильцы дома неоднократно обращались в свою управляющую компанию. Там заверили, очистные работы проведены, подвал сухой. В том году чистили, а в этом году начальница ЖЭУ сказала, мы там больше чистить не будем, у нас все хорошо. А управляющий сказал, мы санпетистанцию вызвали, все обработали. Нам никто туда, никаких ключей, нас туда даже не допускают. И у нас каждый раз, если холодное потекло, нас затапливает. Если горячее, сказали, у нас трубы, все нормально. А чего вот этот пар? Не знаю. Пари. Так что вот у нас такой вопрос. Я говорю, у нас подвали всегда затоплены, у нас два подъезда. Плаваем, плаваем прям. Собственница одной из квартир на втором этаже Ирина зимует в квартире впервые. Балкон, полностью покрытый инеем, стал для нее неприятным сюрпризом. И сыплется он. И вот этот обшитый он санингом, и он пупом вот так вот, ну как сказать, когда высыхает вот эта вода, он сдувается. Ну я не знаю, страдает, наверное, весь дом, не только мы. Ну помогите. Я сказала, я говорю, а кто будет мне это? Я инвалид так-то? Вот. А кто будет возмещать? Я говорю, мне помощь нужна будет, если он совсем-то рассыпется. Ну, молчок. В управляющей компании, куда мы обратились за комментарием, нам пояснили. Проблема в наружных сетях. Там периодически бывают колодцы на подпоре. Это проблемы водоканала. Водоканальские наружные сети встают на подпор, и мы вызываем, но подвал наш происходит и подтапливает. Вот поэтому вот это испарение проходит. Ну, один раз был порыв тепловых сетей, палатку затопило наш подвал. Вот такой несчастный дом. Тем временем подвал несчастного дома продолжает парить и отравлять людям жизнь. Найдут ли решение этой проблемы, вопрос до сих пор открытый. Я здесь уже почти 30 лет проживаю в этом доме. Вот раньше здесь в подвале даже кладовки у нас были. Сухо все. Даже никогда никакой макринки ничего не было. Батареи все грели, трубы вели, все нормально. А вот эти последние лет 15 у нас здесь каждый год вот это все творится. Каждый год, вот если бы вот заметили бы на тот год, если бы мы проехали, и бы увидели, такая же история будет, если не примут здесь меры какие-нибудь. Все сваливают, то водоканал на ЖЭК, ЖЭК на водоканал, и ничего не понятно. Уже хотим писать в прокуратуру. Может, что-нибудь решится этот вопрос с нами, с нашим домом. Жильцы дома надеются, что хотя бы в контролирующих органах с решением проблемы нескольких десятков бичан затягивать не будут. Кристина Чернова, Андрей Сегаев. Будни. Остались без тепла. 45 домов в Бийске сегодня отключили от подачи теплоснабжения из-за повреждений на сетях. В зону отключения попали многоквартирные дома, находящиеся на улицах Разина, Васильева, Матрусова. А также без тепла сегодня остались потребители на Красноармейской, Советской, переулке Коммунарский. Тепловики провели внеплановые работы на устранение дефектов, отвели не более 6 часов. За время проведения ремонта температура в квартирах жителей не опускалась ниже 20 градусов. Такие данные показал мониторинг. Последнее в этом году, уже в этот четверг в администрации Бийска пройдет 14 заседание Думы города. Главным вопросом станет утверждение бюджета на новый 2024 год. Напомним, первое чтение прошло в ноябре. Тогда по прогнозным данным сообщалось, что городская казна должна пополниться на более чем 4,5 миллиарда рублей. При первом чтении в расчет берутся только собственные доходы бюджета. Ко второму чтению в проект включаются средства, которые город получает из краевого и федерального бюджетов. Кроме того, будут учтены поправки, которые внесут народные избранники. Основная часть бюджета покрывает муниципальные программы, которых в Бийске более 30. Это развитие жилищно-коммунального хозяйства, газификация, развитие культуры, образования и спорта, обеспечение жильем молодых семей и другое. Пропал подросток в Бийске разыскивают 15-летнего Дмитрия Крапивина, который 1 декабря ушел из дома по адресу Ленина 233. И больше о его местонахождении ничего не известно. Из особых примет мальчика – рост 175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые и глаза голубые. Был одет в куртку темно-серого цвета, джинсы темных оттенков, черные кроссовки. Известно, что молодому человеку требуется медицинская помощь. Если вы видели этого человека, просьба сообщить по телефонам, которые сейчас представлены на ваших экранах. Серьезным дорожно-транспортным происшествием закончилась сегодня поездка в нетрезвом состоянии по улицам Наукограда. Управляя транспортным средством «Тойота» и «Имсум», пьяный водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством. В результате ДТП автомобиль правонарушителя на улице Трофимова влетел в ограждение детского сада, из которого в это время родители забирали детей. По счастливой случайности обошлось без жертв. Водитель «Тойоты» «Имсум» попытался скрыться с места аварии, но был задержан сотрудниками аварийного комиссариата. А далее реклама. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Гипермаркет низких цен «Маяк» на Казанцевых 58, колбаса сырокопченая, фестивальная 156,90, сыр «Мааздамир» 369,90, параллель «Радужная» 489,90. «Маяк» на Казанцевых 58, по-настоящему низкие цены. Много слухов, а нужны факты? Следите за новостями на сайте «Бийского рабочего». Полная картина каждого дня. Эксклюзивные и оперативные материалы. Bework.ru. Новости в режиме онлайн. На вахту «Крайний Север» требуются квалифицированные сварщики-монтажники. Телефоны 8-964-086-63-36, 8-38-52-966-366. В магазине «Ермак» новогодний ценопад. Скидки до 70% на качественные теплые куртки и пуховики. Торопитесь. Митрофаново 35, остановка «Вокзал». Дарите подарки вместе с «Золото России». Новогодние скидки до 50% на все. «Золото России», улица Васильева, 46, остановка «Детский мир». 12 урн исчезли из Петровского бульвара. Это только за летний период. Такие данные привели в управление ЖКХ. К слову, похитителей муниципального имущества так и не нашли. И, соответственно, не наказали. Какие еще парковые зоны особенно пострадали в этом году и какие элементы будут восстанавливать, расскажем далее. 50 зеленых зон находятся на территории города. Одна из них благоустроена за ГДК. Здесь досуг предусмотрели в том числе и для маленьких бичан. Для них соорудили комплекс из горок и качели. Но практически сразу после торжественного открытия игровые элементы пришли в негодность. Вот у нас, например, та площадка детская, которая больше 8 миллионов стоила и была нами установлена в парке ГДК. Прекрасная, современная площадка. Буквально на третий день были уже сломаны качели, которые у нас там навесны. Мы смотрели по камерам. И оказалось, что на эти качели залазили, ну, не знаю, 15-16-летняя молодежь, по 5, по 6 человек. Хотя висит объявление в парке, что там этими качелями можно пользоваться до определенного веса, до определенного возраста. Качели специалисты ЖКХ сняли на хранение, в летний период вернут на прежнее место. Что касается других поврежденных элементов, их восстановит подрядчик по гарантийным обязательствам. Вопросы возникли и по другим зеленым зонам города. К примеру, в Нагорном жители наблюдают проблему с освещением. Очень много инновационных светильников. Там очень интересные. Вышли из строя, они моргают, они не горят. В управлении пояснили, что этот вопрос будет решен до Нового года. Всего же на реализацию программы формирования современной городской среды в уходящем году было выделено 74 миллиона из федерального бюджета. На эти деньги благоустроили 20 дворовых территорий и две общественные. В администрации сэкономили на контрактах, и в резерве осталось больше 13 миллионов рублей. Это позволило установить в парках новое оборудование. Монтаж малых архитектурных форм оборудования детской площадки за территорией ГДК, в парке ГДК. Далее на территории парка строителей установлено мини-футбольное поле. Поставлены фигуры из искусственной травы для благоустройства территории парка ГДК. Программа по благоустройству городской среды продолжится и в следующем году. Бийску направят около 75 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют 11 дворовых территорий и две общественные. Последние выбрали сами жители города в процессе голосования. Это сквер молодежный на улице Ударной и парк Победы. Олеся Бедрева, Андрей Сегаев, Илья Питков, Будни. К другим темам. Творят кистью за мольбертами, создают цифровые картины на планшетах. В Бийском педагогическом колледже уживается традиционное классическое преподавание живописи и современной техники дизайна. Подробности в сюжете Дарьи Федоркиной. Алтай. Источник неиссякаемого вдохновения художников. Под умелой кистью студентов художественно-графического отделения Бийского педагогического колледжа рождаются целые миры. Грациозная лошадь. Горы, упирающиеся в небо. Завораживающая красота девушки-алтайки. Картина Арины буквально пропитана духом свободы. Я хотела бы показать красоту своего народа и пейзажа. Я хотела бы изобретить образ молодой девушки, что у нее, например, одна коса, это у нас очень независимые девушки, специальный накосник и платье. На худграфе легко уживаются классические мастерские, где студенты творят кистью за мольбертом, и современные пространства, где погружение в мир цифровой живописи происходит с помощью гаджетов. IT-куб – это площадка, в которой учащиеся осваивают новые навыки и знания в сфере цифровых технологий. Наши студенты и пришедшие школьники обучаются живописи, рисунку и так далее в цифровом формате на планшетах. Эта деятельность очень востребованная, то есть везде требуются графические дизайнеры и так далее. Вообще можно использовать это в каких-то рекламных, в рекламной деятельности, также фриланс, то есть они могут работать на дому и рисовать, например, иллюстрации и так далее. Выпускники художественно-графического отделения педагогического колледжа – востребованные специалисты. Мощная база знаний, полученная в колледже, позволяет молодым талантам реализовать себя в различных областях искусства. Они востребованы, да, они выходят и в школы, и в художественные школы. Конечно, больше всего востребованы они в сельской местности, потому что преподавателей такой специальности довольно-таки, наверное, проблематично найти. Уезжают, они, конечно, стремятся, как правило, в большие города. Самый излюбленный город – это город Новосибирск. Также поступают и в педагогический институт, как раз тоже направленность, изобразительное искусство учречения. Многие мечтают еще в архитектурное поступить. В Бийском педагогическом колледже художественное образование имеет уникальную более чем полувековую историю. Сейчас худ-граф идет в ногу со временем, ярко заявляя о себе не только в Бийске, но и по всей стране. Дарья Федоркина, Сергей Кулыгин. Будни. А теперь к новостям спорта. Зрелищные схватки в спорткомплексе «Заря» провели соревнования по грэплингу. Это один из разделов спортивной борьбы. Наша съемочная группа побывала на состязаниях. Алена Кисеева постарается передать атмосферу турнира. Грэплинг в переводе с английского означает «хватать». Эта борьба совместила в себе самые эффективные приемы разных единоборств. Здесь разрешены боевые удушающие приемы как в портере, так и в стойке. А еще применяется бросковая техника. За Кубок Алтайского края по спортивной борьбе грэплинг в Бийске боролись не только спортсмены из нашего региона. Еще были две команды из Республики Алтай. Возрастные категории. У нас в Кубке участвуют дети от 12 лет и до мужчин. Также в рамках Кубка Алтайского края проходит фестиваль по спортивной борьбе грэплинг, в котором принимают участие дети от 8 до 11 лет. В этой борьбе спортсмены могут одерживать победу досрочно болевым либо удушающим приемом. Кроме того, по количеству баллов. Большему, чем у соперника. Соперники очень хорошо подготовлены. Тяжело бороться, но справляемся. Мы тренировались, подготавливались к этому турниру. Ну и теперь выступаем. Эксперты отметили, что участники показали свой характер и отработали по полной. При этом в своем настрое дети не уступали взрослым. До боя у нас был парень боролся с Новоалтайска. И вторая команда с Новоалтайска. Сабишин и один на один. Закатили просто схватку бешеную. Все взрослые стояли, смотрели, болели за них. Прям классно. Голову выше свою. Да, жарко было не только на татами, но и за его пределами. Активность проявляли не только тренеры спортсменов, но и их родители. В рамках соревнований определяли победители не только в личном, но и командном зачете. В Кубке Алтайского края по грэплингу в возрастной категории от 12 лет и старше первое место завоевала Спарта, город Бийск. Второе место получила Барнаульская стрела. И третье у легионера Советский район. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. А теперь пришло время рассказать о погоде. 20 декабря в Бийске будет пасмурно, возможно снег. Ветер слабый, преимущественно восточного направления. Атмосферное давление очень высокое, влажность воздуха утром и вечером тоже будет повышенной. Ожидается слабая магнитная буря. Ночью минус 9, минус 11, днем минус 5, минус 7. И это все новости на сегодня. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Телефон нашей редакции 313-507. Ищите нас в социальных сетях. Оставляйте комментарии. Для нас важно ваше мнение. Желаю вам хорошего завершения рабочего дня. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова